Всем огромный привет! Сегодня мы будем делать красное тесто для пельменей на соке свеклы. Нам понадобится 400 грамм просеянной муки, 200 грамм жидкости, в жидкость входят 2 яйца, приблизительно они по 60 грамм, и остальное будет сок свеклы. Оливковое масло 2 чайных ложки, 1 чайная ложка соли. Свеклы, сколько приблизительно сока будет, я не знаю, где-то 1 треть от ее веса. Как вы видите, я взял 390 грамм, ну так, с запасом. Рецепт, он в общем-то очень похож на мой рецепт зеленого теста со шпинатом, но единственное отличие, что шпинат мы мололи в блендере, а свеклу мы будем выжимать через соковыжималку. Итак, мы почистили свеклу и порезали ее дольками, чтобы она могла помещаться в отверстие нашей соковыжималки. И начинаем гнать сок. Так, вот он наш витек. Поехали. Так, ну собственно вот получилось, что-то около полкружки сок. Чтобы обезопасить себя от всяких там ненужных включений, лучше всего будет процедить через марлю. Используем такое сито и немножечко тут пару слоев марли. На всякий случай, чтобы если какие-то мелкие куски остались, они нам не попадали в наше тесто. Так, и процеживаем. Так, ну вот все. У нас чистый сок. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас получилось чистого по весу. Ну, почти 200 грамм. Это, конечно, много. Ну, мы взяли с запасом. Итак, замес мы будем делать в хлебопечке. И мы складываем все ингредиенты сразу в нашу емкость, как я обычно и делаю. Сначала у нас идет жидкость, а потом сухие компоненты. Так, мы начинаем с яйца. Два яйца у нас на 100 грамм получились. И, соответственно, мы остальные 100 доливаем сок. То, что у нас немного больше осталось, ничего страшного. Но в процессе замеса, как обычно, всегда требуется доливать еще жидкость. Так, ну вот у нас, в принципе, 200. Немножечко еще осталось сока. Так, далее мы засыпаем муку. Чайную ложку соли. Без горки. И 2 чайных ложки оливкового масла. Я не буду пачкать ложку, я так налью приблизительно. Раз, два, где-то так. И ставим на замес. Ну, соответственно, у кого нет хлебопечки, делают это вручную, как обычно, горкой. А в середину яйцо и жидкость. Так, наша печурочка. Устанавливаем емкость. Так, и ставим режим теста. Стартуем. И наблюдаем за замесом. Если влаги недостаточно, то мы доливаем оставшийся сок постепенно. Главное, чтобы не сделать слишком жидкое тесто. Ну, пока оно еще замешивается, непонятно. Пол минуточки подождем. Как мы можем видеть, довольно суховато. Начинаем чуть-чуть подливать воды. Ну, не воды, а жидкости, сока. Тонкой струйкой, а где-то по чайной ложечке. И смотрим. Мы ждем, чтобы сформировался колобок. Можно даже немного вот здесь, где не промес, помочь лопаткой. Для пущей важности. Так. Наблюдаем дальше. Так, мы видим, что уже сформировался колобок, но еще не совсем. Чуть-чуть не хватает влаги. Так, печка заезжает. Ну, вот где-то уже так. Сейчас он один будет. Ну, все, мы видим, что колобок сформирован. Все, влаги достаточно. Немного сока. У нас осталось. Ну, можно его выпить, можно заморозить. Как вы видите, что, в принципе, одной и той большой свеклы было достаточно грамм на 300. Но свекла тоже может иметь свой, как бы, процент влаги. Поэтому лучше делать, как бы, с запасом. Так, ну, у нас замес закончился. Ждать расстойки смысла нет. У нас же не дрожжевое тесто. Поэтому мы можем уже выключать хлебопечку. Доставать нашу емкость и выкладывать тесто. Так, достаем наше тесто. Вот такой вот получился веселенький колобочек. Аккуратненький. Просто такого невероятно насыщенного цвета. И, как вы можете видеть, здесь нет никаких инородных включений. Я смотрел фото разных других людей, которые делают тесто. У них, как бы, есть какие-то включения. То есть, мякоть там какая-то осталась от свеклы. Вот, какая-то взвесь. Ну, а чтобы добиться хорошего, однородного результата, нужно его процеживать. Вот такой вот колобочек. В пищевую пленочку его убираем. Запаковываем. Вот в итоге у нас 630 грамм получилось готового теста. Желательно, конечно, чтобы полчасика оно полежало в холодильнике и, так как говорится, стало более эластичным. Также можно хранить его, ну, скажем, ночью точно можно. Я, например, делаю вечером тесто, а утром начинаю делать пельмени, чтобы ускорить, как бы, процесс. Чтобы не уходило на это лишнее время. Драгоценное. Вот. Ну, может быть, можно сутки похоронить. Вот такое вот получается интересное цветное тесто, натуральное, без каких-либо красителей, на натуральной свекле. Единственный момент, что свекла при варке немножечко выцветает. Ну, как бы, как сказать. Такой вот есть негативный моментик. Ну, а так просто все отлично. Каких-то вкусовых качеств отрицательных тоже замечено не было. Но кто-то говорит, что если варить с добавлением немного уксуса, то сохраняется и цвет, и, может быть, если какой-то неприятный запах от свеклы есть, он тоже гасится. Я так пока не делал. Меня все устраивало вот в таком режиме. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Ну, а если не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok